Слушай, сегодня уже 31 декабря, до Нового года остается несколько часов, а у меня елки даже дома нет. Юль, как же так? Ну какой же Новый год без новогодней елки? А ты знаешь вообще, откуда пошла традиция на Новый год ставить елки? Ну вообще, ходит легенда, что новогоднюю елку придумал Мартин Лютер, немецкий революционер. Петр Первый хотел перенять такую шикарную идею и распространить ее на Руси, но поскольку елки были очень дорогие, идея не получила распространения, но буквально спустя пару веков елка была уже в каждом доме. Притом настолько все было забавно, елка крепилась к потолку, а не к полу. И в какой момент елка перебралась с потолка на пол, до сих пор истории неизвестно. Уж не знаю, как насчет Петра Первого, но современные елки приобретают весьма необычные формы. Сегодня же тенденция такая делать все новое, необычное и своими руками. Сейчас елки делают и из тремянок, и из книжных полок, и даже из пластиковых бутылок. А недавно я слышала, что поступают в продажу елки, которые будут продавать по половинке. Стоить такая елка будет гораздо дешевле, а места занимать в два раза меньше. Я и сама буквально на днях сделала необычную елку. Не поверишь, из чего она? Из макарон. И сейчас я предлагаю тебе и телезрителям сделать такую новогоднюю елку, чтобы скоротать время до полуночи. Вот это да, и что же нужно для создания такой шикарной елочки? А для создания елки нам понадобится Листок картона А4, краска из баллончика, полимерный клей, палка, которая послужит основанием для нашего дерева, ножницы и, конечно же, макароны. Ну что, приступим к созданию нашего праздничного дерева? Приступим. А начнем мы с основания, на котором мы будем клеить наши иголочки. Для этого нам понадобится клей и листок картона А4, из которого мы будем делать конус. Ну вот, наш конус готов, и мы приступаем к созданию иголочек. Для этого берем клей и макароны. Ну вот, Юль, наша елка практически готова. Осталось только ее скрепить с основанием и посадить в какой-нибудь цветочный горшок, который вы можете поклянчить в любом цветочном магазине. Теперь остается только покрасить нашу елку. Делать это нужно, конечно же, на улице, чтобы не портить свое здоровье и здоровье окружающих. Ну вот, Юль, наша елка готова. К тому же, такую елку можно сделать не только из макарон, но еще и из конфет или из кофе. Слушай, такую елку же можно украсить чем-то. Спасибо, Алена, за такой шикарный подарок на Новый год. А вам, телезрители, мы хотели бы пожелать таких же необычных подарков на Новый год. Счастья вам, успехов и крутых идей. 5 июля, Алена Антонец, Антон Слободских, Вести Молодежь.